МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Капитальный ремонт и строительство. Ситуация вокруг нового здания 11-й школы и реконструкция школы номер 10. Доступное инженерное образование. Саровчане приняли участие в проекте фонда президентских грантов. 14 игр, 14 побед. Хоккейный клуб Саров-Инвест провел встречу на выезде. Далее расскажем обо всем подробно. С каждым годом в нашем городе увеличивается количество первоклассников. Особенно актуально это для школ, которые расположены в новых развивающихся районах. Вот уже не первый год идет обсуждение строительства нового здания 11-й школы на улице Зорге. Администрация уже представила проект нового объекта. Рассчитанного на 600 человек. Но сроки начала строительства до сих пор неизвестны. Остро стоит вопрос и с капитальным ремонтом здания школы номер 10. Десятая школа пустует. Учебный процесс был прерван еще в конце прошлого года. Из аварийного здания ребят оперативно переселили в соседнюю седьмую школу. И с этого момента педагоги и ученики начали ждать возвращения в родные стены. А произойдет оно только после капитального ремонта здания, подготовка документации к которому идет полным ходом. На сегодняшний день мы ждем, когда будут переданы, проверены все документы в Минэкономразвитии Нижегородской области. И будем надеяться, что решением губернатора и Министерства образования начнется все-таки капитальный ремонт. И будут выделены средства на капитальный ремонт 10-й школы в этом году. Пока ученики 10-й и 7-й школы ютятся в одном здании, другие и вовсе учатся в две смены. С разрастанием нового района рядом с третьим КПП желающих учиться в 11-й школе с каждым годом становится все больше. На сегодняшний день сюда уже подано 90 заявлений от родителей будущих первоклассников. В новом учебном году планировалось открыть три первых класса. Теперь ходят разговоры, что их станет четыре. Школа нам очень нужна. Более того, нам очень нужна школа и в 15-м микрорайоне. Потому что микрорайоны разрастаются, 21-й, 22-й, и там не хватает объемов для предоставления места всем деткам. По проекту новая 11-я школа будет рассчитана на 600 учеников. Здания и прилегающие территории оснастят спортивной инфраструктурой, бассейном, спортивными залами и стадионом. Также планируется, что школа будет полностью оборудована для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день ждем положительное заключение государственной экспертизы по 11-й школе, для того, чтобы она была включена уже в инвестиционную программу. Разговоры вокруг строительства нового здания 11-й школы ходят уже давно. Но на сегодняшний день до сих пор неизвестны ни сроки, ни другие конкретные факты. По прогнозам, количество детей школьного возраста в этом районе будет увеличиваться с каждым годом. Очевидно, что прежнее здание просто не справится с таким потоком детей. Сколько еще ребятам придется учиться во вторую смену, пока неизвестно. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Несмотря на то, что зима за окном в самом разгаре, в нашем городе уже начали орудовать специалисты похищению велосипедов. В дежурную часть поступило заявление о пропаже двухколесного транспортного средства. Еще один саровчанин лишился необходимого в хозяйстве инструмента бензопилы. Но самым популярным способом обмана жителей города было и остается мошенничество. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Жительница нашего города была неприятно удивлена, когда не смогла оплатить покупку в магазине. С кредитной карты женщины при неизвестных обстоятельствах были списаны денежные средства. Сначала 9, потом еще 17 тысяч. Причем СМС-уведомление о списании не поступало. Сотрудники полиции подозревают, что, возможно, виной всему вирус, который распространяют с помощью СМС. Содержание подобных сообщений стандартно. Человека просят пройти по интернет-ссылке. Человек переходит по данной ссылке на его устройство. Обычная система Android автоматически загружается вирус, который отключает СМС-уведомления. Обувь известных мировых брендов за полторы тысячи. Нет, ни долларов, рублей. Редкое для нашего города преступление – продажа поддельного товара. В ходе спецоперации в одном из магазинов была изъята продукция для проведения экспертизы на предмет контрафакта. Кроссовки, сумки, всего там. Больше полкабинета изъяли. Там не одна сотня наименований известных мировых брендов. Летом летнее, а зимой зимнее. Сотрудники госавтоинспекции решили обратить внимание на использование шин в соответствии с сезонностью. В рамках операции «Колесо» проводят исследование, чтобы узнать, насколько серьезно автолюбители относятся к безопасности на дороге. С чем проведение этой операции связано? В настоящее время готовится законопроект, который, если он будет принят, то установит административную ответственность за использование летних шин зимой, а зимних шин летом. А пока только предусмотрен штраф – 500 рублей за несоответствие высоты рисунка требованием регламента, то есть застертый протектор. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В преддверии домашних матчей второго этапа чемпионата ВХЛ хоккейный клуб «Саров» объявляет конкурс на самый креативный баннер. Лозунг или призыв в поддержку нашей дружины может быть нанесен на любой материал – ватман, ткань или любую другую подходящую основу. Участникам необходимо отправить эскиз баннера и свои контактные данные на официальный электронный адрес ХК «Саров» до 21 февраля. Главный приз – участие в церемонии символического выбрасывания на матч-открытие плей-офф ВХЛ в Сарове. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В среду 14 февраля в городской художественной галерее пройдет 10-я городская конференция «Земля Серафима Саровского. Нравственные ценности и будущее человечества». Начало в 14.30. Вход свободный. Как сообщает сайт «Православный Саров», на конференции с докладами выступит историк Валентин Степашкин, атаман с русско-дивеевской казачьей общины Илья Ламзин, руководитель православного волонтерского центра «Радость Май» Анна Куцик и другие. Центральная городская библиотека имени Маяковского приглашает Саровчан на творческую встречу, посвященную 70-летию звезды балета Михаила Барышникова. Участники обсудят биографию именитого танцора, а также поговорят о современном балете. Встреча пройдет в пятницу, 16 февраля. Начало в 16 часов. 1 марта в России закончится дачная амнистия. Так называется упрощенная процедура регистрации прав на индивидуальные жилые дома. В региональном управлении Росреест рекомендует владельцам земельных участков до 1 марта обратиться в ведомство с заявлением о регистрации на них права собственности. Облачная школа инженерного образования. В нашем городе стартовал новый практико-ориентированный проект по стем-дисциплинам и точным наукам. В его основе запуск системы дистанционного образования по физике и математике с применением индивидуальных экспериментальных наборов. Программой проекта предусмотрен онлайн-интенсив для педагогов. Результатом работы облачной школы инженерного образования станет создание школьниками собственного образовательного продукта. Участники первого в городе практикума инженерной школы получили индивидуальные пакеты с набором элементов и устройств, которые в результате превратятся в схему управления мотором с помощью фоторезистора. Эти термины из курса по физике хорошо знакомы школьникам, которые решили связать свою будущую профессию с точными науками. Проект направлен на популяризацию в молодежной среде профессии инженерно-технической направленности. Мы знаем, что с профессионалами этого направления есть существенный дефицит в области, и особенно в нашем городе, в Наукограде, это чувствуется особенно. Поэтому мы надеемся, что серия наших мероприятий привлекут ребят, интересующихся инженерным делом. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Его основная цель – наладить эффективное взаимодействие между преподавателями и школьниками. И с помощью современных технологий изучения точных наук сделает традиционные уроки по физике и математике более интересными и полезными. Для этого им нужно разработать собственный набор практикоориентированных задач, добиться через это выявления наиболее современных и интересных для современного поколения обучающихся форм преподавания точных наук. Программа «Облачная школа инженерного образования» не ограничивается физикой и математикой. В ней объединены метапредметные направления, изучая которые школьники смогут развиваться в области создания сложных технических проектов. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Игры областного чемпионата Первой лиги подходят к концу. После 15-го тура хоккейный клуб «Саров Инвест» уверенно закрепляется в позиции лидера. 14-ю игру наши спортсмены вновь провели на выезде и встретились с хоккеистами Зарзамаса. Подробности далее. 14 игр, 14 побед, 150 заброшенных шайб и всего 41 пропущенная. По итогам 15-го тура хоккейный клуб «Саров Инвест» набирает 42 очка. У второго места в турнирной таблице всего 25. Но саровские хоккеисты признаются, что встречи становятся все тяжелее. Все готовятся на нас очень сильно. У нас предстоят такие тяжелые выезды, как Бор и Дома-Воротынец, первое и четвертое место. Очень тяжело будет. Но мы работаем в процессе, готовимся к плей-оффу. Встреча в Зарзамасе прошла на достаточно высоких скоростях. Распаковать ворота соперников саровчанам удалось через 5 минут после стартового свистка арбитра. Вторая шайба прилетела меньше, чем через минуту. Обыграть наших защитников спортсменам из Зарзамаса удалось лишь под конец периода. Но после одной забитой нам шайбы в их ворота прилетело еще три. Как итог, первый период закончился со счетом 1-5. Во втором периоде хоккейный клуб «Саров Инвест» отправил в ворота соперников еще три шайбы, а в свои получил одну. В третьем наши ребята забили еще четыре. Встреча закончилась со счетом 2-12 в пользу «Саров Инвеста». Несмотря на то, что саровчане играют не в оптимальном составе, каждый игрок нашей сборной стремится выложиться на льду по полной. Отсюда и такая разница в забитых шайбах. Есть некоторые проблемы, есть больные, есть травмированные. Ну, как бы состав максимальный на данный момент, но не полностью как бы все готовы. Впереди ребят ждет две недели перерыва. Но это не значит, что спортсмены будут отдыхать. Их ожидает упорные тренировки и подготовка к играм плей-офф. Следующую встречу «Саров Инвест» проведет уже дома, в день защитника Отечества. Начало матча в 13 часов. Вход свободный. Уважаемые болельщики, приходите поболеть за нас. Мы очень рады вас видеть. Всегда ждем вас, родных, близких, друзей, знакомых и просто фанатов хоккея. Многие согласятся, что делать подарки не менее приятно, чем получать. Но порой мы не знаем, что подарить. Проводим в магазинах бесчетное количество часов и в итоге уходим с пустыми руками. Но с подарочной картой от «Саров Бизнес Банка» больше не придется волноваться о том, что преподнести коллегам, друзьям или родственникам. Удобный и современный способ сделать подарок, который подойдет каждому. Подарочная карта «Саров Бизнес Банка» поможет сэкономить силы и время при выборе подходящего презента. Это отличная альтернатива традиционным конвертам с наличными. С ее помощью удобно без комиссии оплачивать понравившийся товар в любом торговом центре. Карта оформляется без предъявления паспорта. Ее можно получить сразу же при обращении клиента в банк. Она выдается в запечатанном упаковочном конверте. При оформлении карты можно внести любую сумму денежных средств, но не более 15 тысяч рублей. Карту можно оформить в любом отделении банка. Подарочная карта выпускается в категории «Голд», и каждый ее владелец автоматически попадает в программу лояльности виза для премиальных карт. А это значит, принимает участие в розыгрыше призов и подарков и получает дополнительные скидки в магазинах. Стоимость карты всего 150 рублей. Срок действия до одного года. Если вы выбрали подарок самостоятельно и решили приобрести его в интернет-магазине, не спешите. При совершении покупок с помощью карт в сети интернет всегда есть необходимость соблюдения мер безопасности. Для оплаты покупок необходимо использовать только проверенные сайты, либо сайты известных организаций. При наборе адреса сайта нужно еще раз его проверить, поскольку похожие сайты служат для неправомерных действий. Оплачивать покупки, вводить персональные данные и данные карты необходимо все-таки на своем компьютере. Если вдруг вам пришлось совершить покупку на чужом компьютере, то после оплаты необходимо удалить все персональные данные и данные карты, которые вы вводили. Но главное, не стоит оплачивать товар при помощи зарплатной карты. Мошенники нынче оригинальные, и вы рискуете потерять все свои деньги. Чтобы этого не произошло, Саров Бизнесбанк предлагает оформить виртуальную карту. Процесс покупок ничем не отличается от стандартного. При совершении оплаты необходимо ввести 16 цифр карты, срок действия, код действительности и имя держателя в латинской транскрипции. После совершения покупки банк отправляет смс с подтверждением оплаты. Пополнить виртуальную карту можно несколькими способами. При помощи СББ онлайн со счета основной карты или вклада, а также наличными деньгами в любом отделении Саров Бизнесбанка или переводом в банкомате. Стоимость карты 150 рублей. Срок действия до одного года. Максимальный лимит 60 тысяч рублей. Оформить виртуальную карту можно в любом отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт и ту сумму денег, которую вы планируете положить на карту. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Здравствуйте. Никакой очереди повредили? Нет. Очередей у нас нет. Люди приходят строго по времени. Отсутствие очередей на забор крови и вакцинацию. Улучшение эргономики рабочих мест медсестер и врачей. Разделение потоков посетителей на здоровых, которым нужны только справки и профосмотры. И больных, пришедших за конкретной медицинской помощью. Изменение работы регистратуры и организация колл-центра. Это и многое другое удалось сделать в поликлинике номер 71 города Озерска за первые полгода реализации проекта «Бережливая поликлиника». Произошедшие перемены почувствовали и медицинские работники, и пациенты. Вот это все на колесиках. Я могу повернуть, как мне удобно. Здесь у меня все подписано для масок, для шариков, для колпачков. Очень хорошо. Спасибо. Вот так вести время сидеть, просто хочется. Жалко, что я один утащу. Вот недавно была на УЗИ, и, как всегда, по традиции спрашиваю, дайте мне бумажечку, что у меня там. А мне говорят, вы пойдете к врачу, у врача все будет. Вот так приятно, что тебе не надо бегать по кабинетам. «Бережливая поликлиника» – масштабный федеральный проект, реализуемый госкорпорацией «Росатом» по поручению администрации президента. Его основная идея – перенести опыт организации производственного процесса на предприятиях атомной отрасли в сферу здравоохранения. Подход нестандартный, но уже давший свои плоды. На основе положительных результатов пилотных проектов в Калининграде, Ярославле и Севастополе было принято решение реализовать бережливый подход к оказанию медицинской помощи во всех регионах страны, в том числе в ЗАТО и пристанционных городах. Первые шаги в этом направлении были сделаны в Волгодонске, Новоуральске и Озерске. Здесь применены лучшие практики «Росатома», лучшие практики производственной системы «Росатома». Мы не видим предела совершенства, мы будем каждый день думать о том, как сделать более комфортным, более удобным оказание медицинских услуг населению. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.